Саляму алейкум ва рахмату Аллаху и баракату. Бисмиллях, альхамду лиллях. Вассаляту вассаляму аля расулиллях. Уроки поминания Аллаха и мы с вами разбираем дуа. И на прошлой лекции мы с вами говорили о том, что мусульманин не должен во время дуа, во время взывания к Аллаху, не должен ограничиваться только собой. То есть он не должен просить только за себя. Аллах милостивый и наша религия позволяет нам во время обращения к Аллаху просить как за себя, так же и за наших близких, родителей, родных, братьев, сестер, за наши семьи. То есть муж просит дуа за жену, жена просит за мужа, за детей, за потомков наших, предков, за наших предков, потому что родители, да, в первую очередь, и за наших потомков. Даже за тех, кого еще нет, да, кто еще придет через 100 лет, 200 лет, может быть, но они будут под нашими дуа, иншаллах. И мы с вами говорили про дуа за братьев, за братьев, привели аят, также мы с вами прошлись по некоторым причинам. То есть мы вспомнили некоторые причины, почему же мы, мусульмане, должны делать дуа друг за другом. Так ведь мы говорили о том, что все нуждаются в чем-то. Есть братья, которые сегодня находятся, то есть Аллах испытал их болезнями, то есть кто-то болеет неделю, кто-то месяц, кто-то год, кто-то всю жизнь болеет. Так ведь ночами не может спать. Конечно же, эти братья, сестры, они нуждаются в наших дуа, чтобы Аллах тагаля дал им исцеление, чтобы Аллах тагаля облегчил их положение, дал им терпение, афья и так далее, и так далее. Так ведь есть братья, которые пребывают в нищете, целые страны, целые страны, тысячи, миллионы братьев и сестер, они мечтают досыто покушать, накормить свои семьи. Конечно, мы должны делать за них дуа. Есть братья, которых Аллах испытал разными трудностями, например, кого-то лишил свободы, кто-то в тюрьме сидит, мы тоже за них должны дуа делать. Так ведь? Есть братья и сестры, которые пребывают в разных видах фитнес-муты, то есть, может быть, тот регион, где они живут, та страна, общество, где они живут, там много фитнес, может быть, там преследуют мусульман, может быть, ущемляют права мусульман. Конечно же, мы должны делать дуа за них. И мы с вами в завершении вспомнили хадис пророка, салюлла алиссалям, где посланник Аллаха призвал нас быть милосердными друг к другу. Даже не то, что призвал, а предостерег нас. Он сказал, вы никогда не уверуете, то есть, вы никогда не станете настоящими верующими, пока не будете проявлять милосердие друг к другу. И когда пророка, салюлла алиссалям, сказал эти слова, сподвижники задали вопрос, я расуль Аллах, так мы кульюна рухаммэ, то есть, мы все милосердны друг к другу. И посланник Аллах, салюлла алиссалям, сказал, я не имею в виду ваше милосердие, сострадание друг к другу. То есть, вот он твой брат, ты с ним живешь, ты с ним вместе намаз читаешь, общаешься, работаешь. Нет. Пророка, салюлла алиссалям сказал, здесь речь идет о милосердии ко всем мусульманам. То есть, к тем братьям, к твоим и сестрам, с кем, кого ты не знаешь даже. Но они живут в других странах, в других регионах, может быть, в другом конце земного шара. То есть, в нас, в наших сердцах должна быть любовь и к этим нашим братьям и сестрам. Мы не должны говорить, а ты не с нашего прихода, не с нашего масхаба, все, а ты не наш. Нет, мы должны всех мусульман любить, за то, что они мусульмане. И в нас должно быть сострадание, в нас должно быть милосердие по отношению ко всем мусульманам на этой земле. И мы должны, если где-то что-то случается в Турции, там, в Сирии, в Ливане, в какой-то Судане, где наши братья живут, мы должны за них переживать. Если мы будем говорить, да нет, это не наши, не наши махалля там, да, не наш город, не наш приход, не наша мечеть, не наши мадреса, не наш масхаб, или там, они не на нашей ахиде там, они там эти или те, да, они там или саляфиты, или суфии, да, это наши братья, которых мы должны любить, за то, что они братья, за то, что они ахлил-кибля, за то, что они поворачиваются в сторону кибля и совершают пятикратный намаз. Так ведь? Поэтому, Прадок Саусам сказал, вы не сможете быть верующими, пока не будете проявлять милосердие ко всем мусульманам. Сегодня поговорим об одном особом виде дуа, который называется аль-истигфар. То есть, мы не будем говорить о самом истигфаре, а будем говорить истигфар за наших братьев. То есть, когда мы делаем дуа за себя, и когда мы будем делать дуа за наших братьев, особое место в наших дуа должен занимать именно истигфар. Что такое истигфар? Это просьба о прощении. Истигфар, когда мы говорим астагфирулла, то есть, я прошу прощения у Аллаха. Аллаху мауфирли, или, например, о Аллах, прости меня. Вот это есть и спрашивание у Аллаха именно прощения, прощения за наши грехи. Это отдельная тема, по-моему, об этом, об истигфаре мы уже говорили, я не помню, когда, да? Даже в том году, наверное. Ну, особое место, почему занимает истигфар, потому что, учитывая, что многие наши проблемы, многие наши беды из-за наших грехов, то получается, чтобы Аллах избавил нас от этих бед, от этих страданий, а тот, кто дуа делает, он же именно этого просит, да? Или просит, чтобы Аллах баракет ему дал, он просит, чтобы Аллах ему риск дал. То есть, мы должны понимать, что почему мало риска, мало баракета, из-за наших грехов. Получается, если мы будем просить у Аллаха прощения, то этот баракет, он сам вернется. То есть, между нами и между баракетом, между нашим риском встают наши грехи. Наши грехи, это преграда. Значит, чтобы риск дошел до нас, баракет вернулся, что нужно делать? Не всегда надо только риск просить, надо убирать вот эти преграды, то есть наши грехи. Если Аллах простит их, все, они сами вернутся. Поэтому, когда мы проходили эту тему, тему из Тигфара разбирали, мы с вами приводили историю из жизни Умара ибн Хаттаба. Умара ибн Хаттаб, когда был правителем, не было дождя, пришла засуха, и Умар собрал весь народ в Сахаре, в пустыне, и они начали спрашивать, то есть, они вышли для истиска, чтобы попросить у Аллаха дождя. Но когда Умар ибн Хаттаб обратился к Аллаху с дуа, все слышали, как он делал дуа, он ни одного слова не сказал про дождь. То есть, все они, тысячи, тысячи мусульман, вышли в пустыню, чтобы попросить у Аллаха дождя, но они не услышали даже ни одного слова про дождь. И Умар ибн Хаттаб завершил свое дуа, обращение, они все вернулись, и Аллах Тагаля отправил очень барракатный, обильный дождь. И некоторые в недоумении подошли к нему и спросили, я Амир иль-Му'минин, мы все собрались там, в пустыне, чтобы попросить у Аллаха дождя, но мы ни одного слова не услышали про дождь. Ты не просил у Аллаха дождя? Но Аллах дал нам дождь. В чем мудрость этого? И он сказал, я не просил у Аллаха дождя, но я попросил у Аллаха то, что служит причиной для дождя. И он вспомнил аяты из суры Нух, где Аллах приводит слова Нух, алейхиссалям, факульту стагфиру роббакум инна хукена гафара юрсили сэма алейкум мидрора. То есть Нух, алейхиссалям, обратился к Аллаху и сказал, я обратился к своему народу и сказал, просите у Аллаха прощения за ваши грехи, делайте истагфар воистину он был прощающим если он вам простит юрсили сэма алейкум мидрора он не спошлет на вас небес обильные дожди. То есть причина засухи в чем Гумар видел? В грехах людей. Значит во время обращения к Аллаху не обязательно просить дождь, но он понимая в чем причина засухи он просто обратился к Аллаху и сказал Аллах прости нам мы грешники прости нам грехи Аллах простил им грехи посредством истагфара и дожди уже сами что? Когда преграды ушли бетонный забор ушел вода сама пришла поэтому истагфар очень важный и когда мы просим у Аллаха дуа за наших братьев особое место занимает так же истагфар так же истагфар занимает особое место и так же как нас мы с вами говорили так же как нас с вами радует обрадовало бы знание о том что братья делают дуа за меня за нас так же мы должны радовать наших братьев нашими дуа то есть если нам понравилось бы чтобы братья за меня дуа делали истагфар конечно же мы тоже должны радоваться тому что у нас есть возможность делать дуа за наших братьев и имам ибн каим рахимах уллах в своей книге написал следующие слова он сказал что все мусульмане они нуждаются нуждаются они пребывают в нужде то есть нам всегда что-то нужно нам нужен риск нам нам нужно имущество нам нужно здоровье нам нужен тауфик нам нашим близким нам нужно чтобы Аллах оберегал нас и так далее и так далее все мы нуждаемся все мы пребываем в нужде в чем мы нуждаемся мы все нуждаемся в прощении Аллаха потому что если Аллах не будет прощать нам наши грехи наши грехи нас погубят поэтому всем нужно прощение Аллаха всем нужно чтобы чтобы Аллах тагаля оберегал нас от болезней, от разных бед, несчастья, от нищеты и так далее, и так далее. Так ведь? Всем нужно, чтобы Аллах с милостью велся над нами, потому что если не будет на нас милости Аллаха, мы погибнем. Мы же все живем только по милости Аллаха, так ведь? Также все мы пребываем в том, чтобы Аллах тагаля вел нас по пути истины, по пути истины. И поэтому, что касается истигфара, если тебе по душе узнать о том, что твой брат за тебя истигфар делает, тогда и ты должен делать истигфар за него, за своего брата. И вот здесь приходит дуа с Хур'ана, дуа пророка, саллилла алейсалям, других пророков, где говорится То есть, о Господь мой, прости меня, то есть начинаем с кого правила? Начинаем с себя. Как говорится, садаха нужно начинать с себя. Так ведь? Рабби гфирли, о Аллах, прости меня, вали вали дайя, прости моих родителей, то есть если у кого родители мусульмане, то он должен просить за них дуа. Так ведь? Вали вали дайя, в двойственном числе идет, потому что если даже один из родителей оставил эту землю, вернулся к Аллаху, если он мусульманин, мы и за живых родителей просим истигфар, и за усопших. Так ведь? Разницы нет. Вали вали дайя, прости моих родителей, вали мусульмина, валь мусульмад, также прости всех мусульман и всех мусульманок, вали му'менина, валь му'минад, всех верующих мужчин и верующих женщин. И вот эти дуа, это есть в нескольких аятах, мы с вами, иншаллах, сегодня посмотрим эти аяты, да? Рабби гфирли, вали вали дайя, вали му'менина, валь му'минад, вали мусульмина, валь мусульмад, есть еще аль ахьяу минхум валь амбвад, то есть всех живых верующих и усопших, да? Вот эти слова, Ибн Каим говорит, у некоторых саляфу-салих, праведных предшественников, да, это было вирт, вирт, то есть аурат, то есть это было, эти слова были в числе их повседневных дуа и зикров. То есть не просто иногда раз в год, лейля тал-кадр, да, 27-ю ноль, или там раз в джумуа, нет, то есть они каждый день, ежедневно обращались к Аллаху с этими дуа, то есть когда просили прощения за себя, за родителей, за всех братьев мусульман и мусульманок, живых и умерших. То есть Ибн Каим говорит, что праведные предшественники, они всегда, ежедневно обращались к Аллаху, некоторые, некоторые в день по 70 раз просили, потому что истигфар, правок саляфу-салям, как сказал, я прошу Аллаха прощения в день 70 раз, где-то говорится 90 раз, где-то говорится больше 100 раз. И вот когда они по сунне, следуя сунне правок саляфу-салям, в день 70 раз просили истигфара прощения за себя, они сразу же просили прощения и за родителей, и за всех братьев и сестер, за всех мусульман и мусульманок. То есть каждый день. И для них это было как вирт. Что такое вирт? Вирт это твой повседневный, это твои повседневные дуа. То есть дуа утром, вечером, после намаза, вот ты обращаешься к Аллаху с определенными зикрами. Вот это твои повседневные дуа. И можно даже привести несколько отдельных ученых. Несколько отдельных, то есть много примеров из жизни ученых, когда их ученики слышали, как их шейхи, когда обращались к Аллаху, всегда делали дуа за братьев и сестер. И поэтому кто-то это делал между Азаном и Каматом, кто-то это делал во время Сухура, потому что самое лучшее время, последняя треть ночи, последняя часть ночи перед утренним намазом. Кто-то это делал во время Тахаджуда в своем Суджуде, даже между двумя Суджудами было. Потому что в хадисах приходит, где правоку Салам сказал, раб бигуфирли, раб бигуфирли, между двумя Суджудами, о Аллах, прости меня, или Аллаху мауфирли, вархамни, варзукни. То есть это время дуа между Суджудами. Кто-то это делал в конце намаза, после Салавата, перед Салямом, кто-то после Саляма. Поэтому, изучая вот эти баракатные, благословенные времена для дуа, они обращались к Аллаху и делали истинфар как за себя, так и за своих братьев. Вот это есть повседневные привычки наших праведных предшественников. И также у имама Табарани приходит хадис с хорошим и снадом. Этот хадис передал Убада ибн Сами. То есть этот хадис Хасан. Хасан, да. Убада ибн Сами, ради Аллаху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман истагфара лиль му'менина валь му'минетт», сразу перевожу, «Кто попросил прощения за верующих мужчин и за верующих женщин, Аллах запишет, кто попросил прощения за верующих мусульман и за верующих мусульманок, да, за мусульман и мусульманок прощения, Аллах запишет ему за каждого мусульманина и за каждую мусульманку одну награду». То есть этот хадис Хасан, да, с хорошим и снадом. То есть, если ты просишь у Аллаха прощения за 10 своих братьев и там за 10 сестер, ангел запишет тебе сколько на ачиров благих дел? 20 благих дел. Если ты попросишь прощения за 100 своих братьев и сестер, ангел запишет, что ты совершил 100 благих дел. За каждого му'мина, то есть верующего и за каждую верующую Аллах запишет ему одну награду. И вот подумайте, какую, субханаллах, великую возможность заработать столько наград, да, дает нам этот хадис. Вот зная и практикуя только этот один хадис, мусульманин может заработать столько наград, сколько там калькулятора ему не хватит. Сосчитай, да. То есть, если вот, например, сегодня мы в мечети там несколько десятков, например, 30, 40, 50 братьев, или ты на Джумга пришел, да, там в твоей мечети там 300 твоих братьев сидят, да. Если ты просто, когда за себя будешь просить прощения, да, ты просто добавишь, О, Аллах, вот все мусульмане наши, которые сидят, братья, ты всех прости, тебе что, жалко, что ли, да? Скажи, вот одно слово, одно предложение. И основываясь на этот хадис, мы начинаем понимать, что вот сколько там мусульман, столько и награду получишь, да. И то же самое, если ты там скажешь в Казани сегодня, сколько моих братьев и сестер. Мы не, Аллах только знает, сколько здесь мусульман и мусульманок, да. Никто не знает точно, никто, ни спецслужбы, ни хазрата, ни имама, никто не знает, Аллах только знает. Но тебе это не надо знать. Если ты скажешь, О, Аллах, вот прости всех мусульман, которые живут в Казани, или в Татарстане, или в России, или в мире, да, говорят, больше миллиарда мусульман, да. Вот так вот скажи, О, Аллах, вот сколько сегодня на этой земле живут наших братьев и сестер, О, Аллах, всех прости, прости всех. Ты не знаешь, сколько их, ты не знаешь их имена, ты не знаешь, где они живут, но ты знаешь прекрасно, что все мы грешные. Так ведь? Куллибну Адам Хатта. Проксал Ассалам сказал, все сыны Адама, они грешники, они грешники. То есть у нас у всех есть грехи. Поэтому у всех мусульман, которые живут на этой земле, у всех у них грехи. Так вот попросил Аллаха прощения. Одно предложение. И сколько сегодня мусульман на этой земле, столько же награды тебе запишет ангел, иншаллах. А если мы скажем, там, от Адама до сегодняшнего дня, да, то есть они же тоже были грешниками, и они тоже нуждаются в прощении Аллаха. Поэтому если мы скажем, о Аллах, начиная от Адама до сегодняшнего дня, сколько тысяч лет, сколько поколений, сколько наций, сколько ум, общин было на этой земле. Так мы не знаем, да это нам и не надо. Аллах знает. Ну, ты если скажешь, вот это одно предложение, начиная от Адама до сегодняшнего дня, да, о Аллах, сколько на эту землю пришли мусульман, да, сегодня сколько их, верующих мужчин и женщин, всем прости грехи. Сколько это займет время, а? Несколько секунд. Так ведь? А награду ты получишь огромную. Получишь на огромную награду. Ну, в каком-то из вагазов я еще добавил одно предложение. Братья об этом у меня часто спрашивают сейчас. Ты почему сейчас это предложение оставляешь, да? То есть я там сказал еще, и все мусульмане, которые придут после меня, там, вплоть до судного дня, всем прости грехи. Но потом я немножко призадумался, почему попадает ли это все под этот хадис. Потому что они еще не пришли, и они еще не совершили грехов. То есть, получается, за будущие грехи, да. Тут как бы, ну, нужно этот момент дальше искать, потому что я связывался с некоторыми шейхами, как бы не получил однозначного ответа. Потому что один мне напомнил хадис, что праук салам, когда забивал хурбан, он забивал два, да, два барана. Один за себя, а второй, он говорил, за тех членов моей уммы, которые еще придут в будущем. То есть, можно ли этот хадис использовать как доказательство того, что можно делать истифар за тех, которые еще не родились, которые не пришли. Вот это надо дальше изучать. Поэтому я немножко воздерживаюсь от второй части, да, что, Аллах, прости всем, которые еще придут, родятся и будут жить на этой земле и будут грешить. Но, в то же время, мы можем делать дуа за них, хидяя, о Аллах, наставь их на путь истинный. Или можем сказать, о Аллах, обереги их. От чего? От грехов. Как, например, делал дуа Ибрагим, алейхи салям. О, Аллах, защити меня и мое потомство. От чего он говорил? От того, чтобы поклоняться идолам. От ширка. Так ведь? То есть, получается, он просил у Аллаха защиты от грехов, от ширка, именно в этом дуа. Для тех поколений, которых еще не было. Поэтому мы можем, да, попросить у Аллаха, чтобы Аллах защитил последующие все поколения от грехов. Но можно ли за них просить истифар, я пока воздержу. Поэтому я тогда сказал, да, как бы это все ляпнул, но потом все-таки подумал и не нашел на это, как бы, указание в этих хадисах. И пока оставляю этот вопрос открытым. Ну, может быть, кто-то мне еще и подскажет, иншаллах. Вот. Поэтому, ну, даже если представить наших братьев и сестер, начиная от Адама до сегодняшнего дня, и сколько их сегодня на этой земле. Если вот даже вот это мы назовем, да, вспомним их во время истифара, во время дуа. Это просто, ну, это невозможно сосчитать. Там калькулятора не хватит. Сколько их миллиардов было, да. Поэтому, это милость Аллаха, вот один хадис. Как, какую возможность дает нам зарабатывать, возможность зарабатывать столько наград, да. Поэтому вот это что-то великое, что-то огромное нельзя делать маленьким. Как, помню, ну, хадис с бедуином, да, на той лекции вспоминали, да. Он сказал, о, Аллах, смилостивайся надо мной и над Мухаммадом, и больше не над кем. Да. Пророк сказал, ты сузил, ты ограничил огромный, большой, милость Аллаха безгранична, и не надо ее ограничивать. И вот здесь то же самое. Субханаллах, просите у Аллаха и заработайте столько наград, иншаллах. И вот это все мы видим в дуа самых лучших членов человечества, это пророках. Вот давайте вспомним несколько дуа пророков. Нух, алейхиссалям. Сура Нух, 28 аят. Он говорил, о, Аллах, прости меня, прости моих родителей, и прости тех, кто войдет в мой дом, будучи верующим, и прости всех верующих мужчин и всех верующих женщин. Вот это дуа мы видим среди дуа Нух, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям. Сура Ибрахим, 41 аят. Он говорил, о, Господь наш, прости меня, прости моих родителей, и прости всех верующих тот день, когда они предстанут. Для расчета. То есть, прости всех верующих в судный день. Сура Ибрахим, 41 аят. Также в Хуране мы видим приказ Всевышнего. Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду, салюллаху алейхиссалям, чтобы он обратился к Аллаху следующими словами. Фаалян, знай, аннаху ла иллаха илла Аллах, что нет Господа достойного поклонения, нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И проси прощения за свои грехи и за грехи верующих мужчин и женщин. То есть, проси прощения за себя и за всех верующих мужчин и женщин. Что мы видим в этом аяте? Мы видим в этом аяте приказ. Аллах повелел истыгфар делать. Поэтому пророк делал в день 70, 100 раз истыгфар. Это было веление Аллаха. И он выполнял это веление. Поэтому он просил прощения за себя, за свою семью, за своих жен и за всех верующих мужчин и женщин. Это сура Мухаммад, 19 аят. И также Аллах описывая верующих мусульман, которые придут после сподвижников, то есть последующие поколения. Может быть, это про нас говорится. Аллах говорит в суре Туль-Хашр, суре Сбор, 10 аят. И те, которые придут после них, они скажут, о, наш Господь, прости нам наши грехи. И прости тем нашим братьям, которые опередили нас в имане. То есть это наши братья в имане, которые жили до нас. И они будут делать дуа за, получается, тех, которые уже покинули эту землю. За уже предыдущие поколения мусульман. Не последующие. Так ведь? Вот это сура Хашр, 10 аят. Вот это все указывает на то, что на самом деле, какое место занимает Истилфар во время дуа. И особенно Истилфар за братьев и сестер. За братьев и сестер. Поэтому многие ученые, они превращали в повседневный дуа, повседневный зикар, именно обращаться к Аллаху, просить прощения у Аллаха за себя и за верующих. И вот давайте приведем несколько примеров. Ибн Джурейч передает, я обратился к Ато, Ато, рахимахуллах, и спросил у него. То есть это праведные предшественники, сподвижники, табигины, поколение сподвижников и табигинов. И я спросил у него, ты во время дуа просишь прощения за верующих мужчин и женщин? Он сказал, да. Да, потому что пророк, салли Аллаху, Аллах повелел это пророку. Аллах повелел это пророку, и это является ваджибом обязательным и для нас. То есть это не было обособленным приказом только пророку. То есть Аллах, раз приказал это пророку, значит это обязательно для всех нас. И Аллах сказал своему пророку. Проси у Аллаха прощения за свои грехи. И за грехи верующих мужчин и женщин. Это есть что? Это есть приказ Всевышнего Аллаха. И тогда этот человек спросил Ибнаджуреичу Атоа, а с кого ты начинаешь во время дуа? То есть сначала за кого ты просишь? С себя или с верующих? Ты сначала за себя просишь прощения или за верующих? Атоа сказал, я сначала прошу прощения за себя. Ибо Всевышний сказал пророку, проси прощения за себя и за верующих мужчин и женщин. То есть нужно просить прощения сначала за себя, а потом уже за родителей, за семью и за братьев наших и за сестер. Вот поэтому эту историю привел Абдул-Раззак от Ибнаджуреича. Это про Атоа. Так ведь? Также имам Аль-Байхаقي, у него есть такая замечательная книга, Шуаб-ль-Имен называется. Он рассказывает про Абдуллах Ибн-ль-Мубарак. Абдуллах Ибн-ль-Мубарак, это наш величайший ученый, ученый сунный, да? Из праведных предшественников. Абдуллах Ибн-ль-Мубарак, когда завершал полное чтение Курана, то есть делал хатам, да? То он очень много просил во время дуа прощения. Не просто просил, кто-то услышал, а он там за братьев, да? То есть, он очень много просил, увеличивал количество дуа за верующих мужчин и женщин. То есть, Абдуллах Ибн-ль-Мубарак, понимая, что после завершения чтения Курана, после хатама, да? Когда Аллах принимает дуа, он просил прощения и за верующих мужчин и женщин. Также ученые говорят, что, как известно, среди мусульман, то есть, которые жили в первых поколениях, вот эти первые поколения мусульман, то есть, это сподвижники, табирины, последователи табиринов, они считаются самыми благословенными поколениями. Это самые лучшие поколения, да? Вот среди них, это были самые лучшие мусульмане. И вот они, они всегда поклонялись Аллаху. И они поклонялись Аллаху разными поклонениями. То есть, мы знаем, они совершали фарзы, они не ограничивались фарзами, они совершали добровольные, то есть, это были молитвы, это были посты, то есть, они очень много читали Куран, очень много делали зикр, они очень много поминали Аллаха, они очень много взывали к Нему. И, и, ученые говорят, мы видим, что они очень часто обращались к Аллаху за своих, за верующих братьев и сестер. То есть, они очень много делали дуа за своих братьев и сестер, которые были живы и которых уже не было. То есть, они не оставляли во время дуа своих усопших братьев, потому что мы с вами это отдельно говорили, да? То есть, есть у нас братья и сестры, которые не могут сходить в мечеть, потому что они в могиле лежат. Они не могут встать, два ракарата намаз почитать. Они не могут взять на руки мусха, Куран почитать, хадисы почитать, душу, сердце успокоить. Нет, они там. И они сейчас получают то, что они совершали здесь, будучи на земле. Внутри земли они получают то, что совершали на земле. Так ведь? Поэтому, конечно, они нуждаются в наших дуа, в наших истегфарах. И вот праведные предшественники, вот эти мусульмане самых первых поколений, самые лучшие, они очень много обращались к Аллаху с истегфаром за своих братьев и сестер. За своих братьев и сестер. И даже многие мусульмане, ну вот, первых поколений, они превращали вот эти дуа именно в свои вирды, то есть повседневно. Они каждый день делали дуа за своих братьев. Каждый день, по несколько раз в день делали дуа за своих братьев. То есть это будет это кияму лейль во время сухура, во время между Азаном и Каметом. То есть они знали, они изучали сонну, они узнали лучше нас. Те времена благословенные, да, мгновения, где дуа принимается. И они во время дуа вот этих драгоценных моментов, они, конечно же, не забывали про своих братьев. Вот это и есть качество первых поколений мусульман. Дальше мы вспомним хадис, который, иншаллах, наверное, я надеюсь, многие знают. Этот хадис в сборниках имама-муслима. Этот хадис нам передал Абу Дарда, рады Аллаху Анху, что он слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, То есть любой мусульманин, любой раб мусульманин, То есть если любой мусульманин обратится к Аллаху, сделает дуа за спиной своего брата, то есть именно за спиной своего брата. Мы знаем, за спиной брата гайбет делают еще, да? То есть что означает за спиной брата? Когда брата нет, и он делает за него дуа. Вот это указывает на его искренность. Потому что когда брат передо мной сидит, и я делаю за него дуа, быть может, я не очень искренен. Потому что я же знаю, он сейчас паночет, ему так понравилось, что я дуа за него сделал. Вот именно за его спиной. То есть любой мусульманин, который делает дуа, просит у Аллаха за спиной своего брата, то есть за своего брата, за его спиной, То есть ангел над его головой, он скажет, И тебе пусть Аллах даст то же самое. И тебе пусть Аллах даст то же самое. В другом реваяте этого хадиса, пророк, саллиллах, сказал, Мольба мусульманина за своего брата, за его спиной, Мустаджаба, непременно принимается. Аллах обязательно примет дуа мусульманина за своего брата. Аллах отправит, установит над его головой специального ангела. То есть над ним будет находиться специальный ангел, которого Аллах приставил к тебе. И каждый раз, когда мусульманин будет делать дуа за своего брата, будет просить что-либо благое, то этот приставленный к нему ангел будет говорить Амин. Вот в детстве наши бабушки говорили То есть пусть твоя дуа совпадут именно с тем временем, когда ангелы скажут Амин. Вот оказывается, вот оно есть такое время. То есть этот каждый раз, пророк, саллиллах сказал, когда мусульманин начнет просить какое-либо благо от Аллаха за своего брата, этот ангел будет говорить Амин. И это еще не все. И тебе пусть Аллах даст то же самое благо. То есть если ты попросил за своего брата прощение, то ангел скажет О Аллах и его прости за это. Если ты попросил у Аллаха баракет за своего брата, то ангел скажет О Аллах и ему дай баракет. Если ты попросил у Аллаха разрешенного питья, еды, богатства за своего брата, пусть Аллах избавит его от нужды, то же самое ты дуа получишь от ангела. Если ты попросишь у Аллаха, чтобы Аллах исцелил твоего брата или же избавил его от болезни, от бед, от страданий, то ангел скажет О Аллах, вот ему то же самое дай. Поэтому этот хадис в сборниках имама муслима, сахих достоверный хадис. И имам Ан-Науэвий сказал, вот этот хадис показывает нам превосходство, ценность дуа мусульман за своих братьев. За своих братьев. То есть именно тогда, когда нет этого брата. Потому что когда брат рядом с тобой, и ты там вслух за него дуа делаешь, тут может быть мало искренности. А вот когда его нет, он даже не знает о том, что ты за него дуа делаешь, маша Аллах. Вот эта дуа очень ценная. И здесь то же самое, имам Ан-Науэвий говорит, то же самое за целый жемагат мусульман. Не обязательно, чтобы попасть под этот хадис, чтобы ангел, представленный тебе, говорил Амин, и тебе то же самое. Имам Ан-Науэвий говорит, не обязательно, чтобы это было за конкретного мусульмана. Ты можешь сказать, О Аллах, прости всех мусульман. И ангел скажет Амин, и что? Пусть Аллах и тебе простит все твои грехи. Поэтому это касается и всех мусульман. И имам Ан-Науэвий также сказал, что некоторые сподвижники, пророк Сау Салям, когда очень хотели чего-то, они просили это не за себя, а за своих братьев. То есть, например, один брат там не может жениться, а знает, что другой брат тоже не может жениться. А он так уберет, О Аллах, вот дай ему жену праведную. Дай ему праведную жену. Но в то же время он понимает, что сейчас ангел за него это было делает. То есть, вот здесь немножко даже эгоизм приветствуется. То есть, ты понимаешь, что это тебе выгодно. И ты вот за спиной брата говоришь, О Аллах, вот дай ему хорошую, самую лучшую жену дай ему. Самую праведную, самую красивую дай ему жену. О Аллах. Но ты знаешь, что вот те же самые слова сейчас ангел говорит про тебя. Так ведь безгрешный ангел, он говорит, О Аллах, вот самую лучшую, что ты просил для брата, то же самое просит ангел за тебя. И поэтому, вот тот же Абу Дарда, Субханаллах, который передал нам этот хадис про этого ангела, то, что он говорит Амин, что эти дуа принимаются, он сам сказал, в своих судюдах, в ночных судюдах, я обращаюсь к Аллаху за 70 моих братьев. И Умму Дарда говорит, он, когда обращался к Аллаху, он называл имена 70 братьев, даже с их отцами. То есть, Фулян ибн Фулян говорил, Фулян ибн Фулян. Это же надо выучить еще. Это же надо выучить 70, имена 70 твоих братьев, и каждый раз в судюдах. То есть, они это каждую ночь делали. Были величайшие праведники, ученые, которые записывали на бумаге сотни имен своих друзей, братьев. Сотни. Были 300, 360 есть. Это все есть в книгах. То есть, он записал у себя на бумаге имена 300 братьев. И каждую ночь он делал за них два. Каждую ночь, субханаллах, мы тут за себя не можем дуга делать. Вот вы представьте, как они много дуга делали. И как они часто делали дуга. И таких примеров очень много. И посланник Аллаха, саламсалям. Есть такой хадис, в книге этого нет. Есть такой хадис, когда, пророк саламсалям, когда он сидел с Айшей, он обратился к Аллаху и сказал, О, Аллах, прости моей жене, Айше, все ее грехи. Все ее прошлые, настоящие грехи. То есть, прямо пророк саламсалям начал перечислять. Не просто там, прости Айшу, а вот прости все ее грехи, все прошлые грехи, сегодняшние, настоящие грехи. И когда Айша услышала это, она засмеялась. Она засмеялась так, что прямо вот так опрокинулась назад. И пророк саламсалям услышал ее смех и говорит, тебя, говорит, радует моя дуга? Ты поэтому смеешься? И она сказала, О, Расулли Аллах, как же меня может не радовать твоя дуга? То есть, то, что ты за меня так просишь, чтобы Аллах простил меня, мне мои все грехи. И пророк саламсалям тогда сказал, Валлахи! Я клянусь Аллахом, вот этот дуга говорит, я прошу за всю мою уму в каждом моем намазе. В каждом моем намазе я вот эту дуга прошу, вот то, что я за тебя сейчас делаю, в каждом моем намазе я прошу за всю свою уму. То есть за тебя, за тебя, за тебя, за всех нас. Пророк саламсалям в каждом намазе делал дуга. То есть, это было частью их жизни, Это была обязательная часть их жизни, то есть они каждый день по сколько раз делали дуа за братьев и сестер, за верующих мужчин и женщин. Поэтому мы следуя этой сунни, мы следуя вот именно нраву праведных предшественников, наших ученых, мы должны, субханаллах, делать каждый день, каждый день должны превращить это в мир. Мы каждый день должны делать дуа за всех наших братьев, сестер, за живых и за умерших. Это то, к чему призывает книга Аллаха и сунна его пророков. Салюллаху алейхи вассалям. Ну на этом давайте завершим, иншаллах. У нас до Рамадана, так один вторник еще остается, да? Если остается, значит у нас следующая лекция будет во вторник, потому что я сейчас посмотрел, вторник днем у нас, у меня лекции, и в среду вечером. Мне приходится два дня сидеть в Казани, то есть надо же еще ездить по деревням, по селам, поэтому я все-таки решил в один день все сделать, отстреляться и уехать, иншаллах. Поэтому, жазакум аллахайр, субханакаллаху, мабихамдик, шадуалла, иллахи, иллян, стауфир, куту, иллейка. Саляму алейкум, ва рахмату, ва рахмату. Продолжение следует...